Приветствую вас! Сегодня на ремонте смартфон Xiaomi Redmi Note 5, модель 2018 года, но по-прежнему актуальный, версия 3.32. У клиента это рабочий смартфон, второй. Ему хорошенько досталось. Погнулась рама, разбит сенсор и заказав полноценный модуль вместе с сенсором и рамкой, я буду переносить все внутренние платы на новый модуль с рамой. Дадим смартфону новое тело. Приступаем. Выключаем смартфон и извлекаем лоток с сим-картами. После этого, используя пластиковый медиатор, начинаем отщелкивать по периметру крышку. Готово! Крышка уже ничего не держит, теперь можно приступить к разбору внутренних деталей. Отключаю аккумулятор и откручиваю все шурупы. Также отключаю все шлейфы. Снимаю сканер отпечатка пальцев. Плату практически ничего уже не держит, кроме коаксиального кабеля. Отключаем и его. Теперь приступаю к демонтажу нижней платы. Плата уже ничего не держит, но она по-прежнему крепко держится. Думаю, что дело все в клее, поэтому решил слегка разогреть плату. И дело пошло. Так как у аккумулятора нет быстросъемных лент для легкого демонтажа, буду использовать легкий нагрев. После этого клей начинает расставать и аккумулятор с легкостью отклеивается. После демонтажа аккумулятора я понял, что его раньше уже меняли. Продолжаю разогревать для того, чтобы демонтировать шлейф. Под шлейфом располагается специальная изоляционная прокладка. Ее тоже нужно отклеить и перенести на новую раму. Так же поступаем и со всеми другими изоляционными прокладками. Теперь необходимо перенести вибромотор. Для этого его так же слегка разогреваю. После этого на новое место наношу клей B7000 и приклеиваю его. Также нужно перенести все датчики освещения и необходимые к ним детали. Теперь очередь кнопки питания и громкости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чего-то не хватает. Верно, это динамик. Разговорный динамик. Переносим и его. А еще маленькую прокладку. Несколько капель клея для закрепления шлейфа кнопки громкости и можно устанавливать плату. Подключаю все шлейфы, приклеиваю аккумулятор и закручиваю все шурупы. Продолжение следует... И теперь нужно подключить аккумулятор и можно проверить, запускается ли смартфон. Все отлично. И сенсор, и экран, и сам смартфон, все работает. Клиент отказался от установки стекла на камеру, так как его там просто нет, и на замену крышки. Ему он подходит и такое. Главное, чтобы он работал. Все инструменты, а также запчасти к этому смартфону я оставляю в описании под видео. Рад был с вами поделиться данным ремонтом. Уверен, вы оцените труды лайком. До встречи в новых видеопроектах. С вами был Сергей. Пока.